Высокая вероятность диверсии, провокации, а еще разгул преступности. Вот те вызовы, с которыми Украина в мае будет встречать Евровидение. Сейчас, за полтора месяца до конкурса, идет активная подготовка. Правда, происходит все со скандалами и уже традиционными проволочками. Успеют ли организаторы, готовы ли наши правоохранители к туристическому буму, и сможет ли Киев достойно принять гостей, решила проверить наша Павлина Василенко. Результаты ее инспекции смотрите далее. В мае 2016 Евровидение в Киеве казалось далекой перспективой. Но вот до конкурса осталось чуть больше месяца. Открытие Евровидения должно состояться 7 мая, вот тут, в центре Парковой. Там же будет и Евроклуб для закрытых вечеринок. А сам конкурс пройдет на левом берегу в Международном выставочном центре. Евровидение 2017 уже окрестили самым масштабным за последние годы. 43 страны-участницы, более 20 тысяч иностранных туристов и еще 7 тысяч своих. Могло бы быть и больше, но классика жанра. Украина опоздала с рекламой за границей. Очень поздно мы все это делаем, потому что не хватает времени, чтобы все это сделать качественно и на нормальном уровне. То есть, начиная от дороги, мы это видим, и заканчивая, безусловно, промоцией рекламой. На промоцию Евробачения за кордоном нужно 300-350 тысяч евро. У нас этих денег в бюджете не выявилось. В какую копеечку влетит песенный праздник, до сих пор непонятно. Для сравнения, Украина в 2005 году потратила на конкурс 120 миллионов гривен. По тогдашнему курсу это 23 миллиона долларов. В этом году стоимость уже считают в евро. Сейчас тяжело назвать эту сумму, потому что сейчас мы на этапе таком, что тендеры уже почти все закончены, но еще не все. Идут подписания, то есть сейчас тяжело еще сказать, давайте это на потом залишим. Когда на кону миллиард гривен, фактически, выдатков и доходов, это величезный куш, величезный пирог. И сейчас ватность конкурсу складывает 890 миллионов гривен. Это около 30 миллионов евро. Само Евровидение 2017 традиционно началось с проволочек и скандалов. Сперва три месяца определялись с принимающим городом. И с приличным опозданием в сентябре решили, конкурс будет в Киеве. Потом долго спорили из-за логотипа. Он понравился не всем. А в феврале на полпути к событию часть команд организаторов ушла из-за кадровых и рабочих разногласий. Еще не побудована арена, не побудованы трибуны. Как можно продавать квитки, не имея схемы трибунта, подрядника на трибуны. Но сейчас все есть. И я думаю, что команда понимает, что она делает. Новая команда заявляет. Все идет по плану. Собирать трибуны и сцену планируют с 8 апреля. Закончить к 1 мая. Это первый павильон МВЦ. Здесь будут находиться зоны официальных делегаций и пресс-центр. Пока вы еще видите, что здесь демонтируются предыдущие выставки. Кстати, второй и третий павильон МВЦ в таком же состоянии. Пока единственное, что напоминает о празднике песни, это баннер с логотипом Евровидения и слоганом на английском. Все начинается в Киеве. А вот с чего начинается Киев для туристов. Сперва аэропорт Борис.